Для молодого коллектива «Нова Лайф» это, пожалуй, самая большая площадка, на которой они выступали. Группа образовалась всего лишь полгода назад. Для них это первый опыт участия в столь масштабном проекте и первый успех. «Анапу» представляли сразу две группы, играющие рок. У «Айрон Квист» за плечами участие не в одном фестивале. Тем не менее, признаются, каждый раз волнуются. Конкуренция довольно серьезная. В таком составе мы уже второй раз на свежем ветре. Первый раз, собственно, был на отборочном этапе. Да, это первый год. Первый год мы образовали совсем недавно, в самом начале 2016-го. Наш творческий коллектив сплотил одно нерадостное событие. Мир потерял одну из лучших рок-н-роллщиков в конце 2015-го года. Это «Леми Килмистер». Он сильно повлиял на весь становившийся в последующем металл. И, собственно говоря, решили продолжать его дело, потому что оно не должно просто так закончиться на этом. Главная цель, которую поставили перед собой организаторы фестиваля – дать возможность ребятам показать себя. Кубань, по словам Жанны Винник, богата на таланты. Помочь им на первом этапе – основная задача этого мероприятия. Фестиваль является хорошей стартовой площадкой, отличной стартовой площадкой для участников, потому что многие из них смогли себя реализовать. На сегодняшний день они выступают на лучших площадках не только Кубани, но и страны со звездами, которые имеют не только всероссийское имя, но и международное. По итогам зонального этапа фестиваля жюри определило будущих участников финала, который пройдет летом в Краснодаре. В номинации «Хард-рок» победила группа «One More Band» из Новороссийском. «Лайт-рок» – коллектив Северского района «Открой свои глаза». Рэп-соло и рэп-группа стали лучшими представителями нашего города – команды DM и TBC. Продолжение следует...